МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Это не обязательно знать нашим слушателям Всем привет, всем привет Кроме того, у нас в студии Дмитрий Дум, руководитель продюсерского центра Uniproject По-моему, она дур сказала Что? Не послышала, что сказала Дмитрий Дур Хорошо, расскажите, пожалуйста Пусть будет так Добрый день, друзья И сегодня мы, как всегда, изучаем разные гитарные премудрости На примере классической рок-музыки Сегодня у нас, она, надеюсь, тоже будет звучать И сегодня Валера пришел и сказала Будем говорить про бенды с подтяжками Мне сначала показалось, что это что-то из... Не про бенды, а интервалы Ты сейчас сказала подтяжки с подтяжками Бенды с подтяжками? Это группа, когда из пяти человек все подтяжки Я думала, что это какое-то нижнее белье Можно ли делать бенды интервалами? Это многих интересует, тех, кто играет в такой блюзок Хорошо, давай, объясни, что такое бенд, что такое интервал? Я уже рассказывал, что такое темперированный строй Это когда нотки, как на пианино У них одна и та же высота Но блюзовые музыканты придумали очень интересную фишечку Когда к ноте можно подходить с подтяжкой Вот эта подтяжка называется бенд Вот нота простая, а вот я с бендом подойду к ней А каким образом это достигается? А вот мы подтягиваем струну Вот струна темперированная, а вот я к ней И тянуть можно несколькими интервалами Можно малая секунда, большая секунда На терцию тянуть, можно на кварт потянуть Это как бы силой нажатия пальцев или как это? Ну вот я подтягиваю, посмотри То есть ты как-то разводишь струны в стороны Да, развожу струны И от этого получается гитара как будто Кот, которому наступили на хвост, мявкает И это очень делает игру выразительной И как будто истеричная барышня что-то вам рассказывает И допустим, Джефф Бек Есть такой гитарист замечательный Умер, к сожалению, да Он вот эту блюзовую подтяжку никогда не... Вот послушайте Джефф Бека И если вы определите, со слайдом он играет Делает бэнд или он играет рычагом Он настолько это виртуозно делает Что даже я не могу определить И от этого, как сказать, любопытство пробуждается Хочется посмотреть, хочется послушать, хочется повторить А еще есть бэнды не просто по одной струне Вот так Можно тянуть целые интервалы Вот посмотрите, я сейчас терцию буду тянуть Ну вот тут сидит твой ученик Дмитрий Дум Дим, насколько вообще сложна эта наука? Ну я это не делаю до сих пор, поэтому... Он вокалист, он друг другим занимается Он изучает вот как раз... Я тяну ртом, все Тяну эту группу ртом Разводит ртом Вот на бендах на самом деле И особенно, когда мы интервалы начинаем тянуть То получается излишняя такая напряженность, нервозность какая-то Это очень часто используют Ну все наши любимые гитаристы, про которых мы с тобой рассказывали Да вообще во всех песнях это есть Я так вот, любую песню послушаю, там это есть Это как насыщение гитарой красивой вот эти какие-то нотки добавляют Пианино ж так не может Голосом тем более там Что-то там попытаться Вдвоем поют же бэки там такие пронзительные Просто гитара, я еще раз повторю Это достаточно сложный инструмент Овладеть гитарой по-настоящему во всех спектрах Это я не знаю ни одного такого гитариста Как правило, люди выбирают жанр, в котором они хотят выразить себя А блюзовый, вот этот вот рок-гитара Она славится именно тем, что ее мелизм, вот эти украшения Они, ну где их можно сделать? Ну на скрипке, наверное, можно сделать Ну от глиссандра Ну в принципе, наверное, тогда на любом струнном инструменте получается Ты понимаешь, на нейлоновых струнах так не сыграешь Нужны железные струны обязательно Ну вот типичный, посмотри, бэнд, где я буду использовать интервал и бэнд И три струны буду использовать Ну хорошо, давай тогда Ты первое, что сказал, это и сидите Хотя, в принципе, и сидите Это у нас пример, музыкальный пример К любому, наверное, по гитарному приему Дослушаем до соло А какую? Да любую Ну, хорошо Что-нибудь из не очень раннего и не очень позднего Давай Гитарный клуб на Моторадио Валерий Остапенко, Дмитрий Дум Сегодня здесь в студии Мы говорим про гитарные бэнды Мы сидели, слушали эту песню И думали, где же он, собственно говоря Это самые бэнды И вот гитарное соло, самое начало Он и прозвучал Самый такой яркий Ну вообще все соло было Там все на бэндах Даже интервальные вот эти бэнды Про которые я говорил Ангус Янг их очень любит И это его отличает от других гитаристов Он это играет еще в 70-х годов Что удивительно Откуда Лишний раз Доказывают, что рок-н-ролл Это международное явление И AC10 в свое время Фурор произвели Их долго не принимали Там панк-роком обзывали Что только не делали с ними Но они играют Как и играли в те времена Тяжелый ритм-н-блюз такой И вокал, естественно И они очень здорово Слаженно играют вместе То есть это одна из лучших Концертных команд во всем мире А вот эти бэнды Он не только Ну если вы посмотрите И здесь видеозапись Он не только Чако Берри Копировал Своей вот этой походкой Он Многие фишечки Пришли именно От вот этих первых Блюзманов Которые вышли На большую сцену На эстраду такую И Как сказать Это все осталось Одной из Отличительных черт Что ли Рок-н-ролла Когда мы Бенды Используем везде В том числе Интервальные Задавай вопрос Каверзный Каверзный вопрос Хорошо Ну вот возьмем Например Битлз Так Вот У них Как с этим дело Стоит Там много гитаристов Надо просто включить Битлз И вот в момент Когда будет бенд Сказать Вот здесь Вот здесь Нет На самом деле Ком-ту-геза Вот давайте возьмем Все помнят Ком-ту-геза Харрисон Великолепный На самом деле Блюзовый человек И он В отличии От Вот есть люди Которые играют Только блюз Блюз Он Не особо Предполагает Мелодику И Люди Которые Как Дима Как вот Многие Красивые Которые Да Приходят Петь Рук-н-ролл Я им Рассказываю Про блюз То есть Им очень тяжело Вот есть мелодическое пение А есть блюзовое Когда мы голосом Делаем бенды Но там В принципе Нет такой Ярко выраженной Мелодии Красивой Так вот У Битлз Харрисон Это Он как Блэкмор Он как Клэптон Он композитор Он очень Такой Интуитивно Такой Крутой Мелодист Грубо говоря Соло Харрисона Во многом Стали Такими Христоматийными Что ли Я кстати Предлагаю Посвятить Цикл передачи Вообще Музыке Битлз И каждому Из музыкантов Этой группы В отдельности Я же в прошлый раз Это говорила О каждом Из них По отдельности О их Разных приемах В особенностях Исполнения На гитаре Именно Битлз Вообще Это Феномен В рок-культуре Битлз до сих пор Играют многие оркестры Рок-музыканты Джазовые музыканты Настолько Красивые мелодии И Нельзя выделять Прям так Ленон Круче чем Маккартни Или Харрисон Да нет Мы не об этом Начнем с Ринга Стара А его всегда Обвиняли Я хочу сказать До сих пор Выпускают чудные альбомы А у них Последняя вышла же песня Прямо с Леноном И всей группой Они сделали с нейросетью Не может быть Вот Знаете Не может быть Все знают А мы повторим Прям такая новость Ну я первый раз слышу Вот То есть нейросетью Пожалуйста Мы ее слушать не будем Потому что Нейросеть сделала голос Ленона Они обработали Обработали Хотя она больше похожа На голос его сына Джулиана Ленона И на Битлз Это вообще никак не похоже Ну Что тогда Наверное Придется послушать Эту песню Давай прежде чем Мы послушаем Я скажу Что Битлз Друзья Они тоже играли В маленьких кабачках Поначалу И 90% их Первых песен Они все блюзы Это все буги-вуги Это все Вот эти рок-н-роллы Под которых танцевали Вот Куда они там ездили В Гамбург Мы тоже играем По разным кабачкам Поэтому Нас ждет Великое будущее Ну что ж Тогда Давайте послушаем Раз Валера Не слышал Эту новую песню Новую старую песню Битлз Бог знает Каких лет Там Харрисон Она выпущена В этом году Буквально пару месяцев Где-то по-моему назад Ну да Совсем недавно И для России Она немножко Скрыта Но Что значит скрыта Она у нас уже давно В ротации На ютубе не посмотреть Я хотел на ютубе Ютуб нас не волнует У нас радио Радио согласен У нас не ютуб А у меня даже радио нет Вот так вот узнаю Новости У тебя есть телефон Смартфон Значит у тебя есть Моторадио Ну смотрите Тут получается Что у нас вообще Никакой практически Такой яркой гитары Слово Что это группа бэнд Ну может быть Да Now and then Битлз Как ни странно Это звучит 2023 года Старая новая песня Ну давайте вернемся Все таки К Битлз Более классического образца Ну вот Первое что приходит в голову Допустим Come together Она длинная Ты можешь Ее не сначала поставить Если есть такая Где соло Вот в конце будет Не могу Не сначала Могу Могу только начало поставить Ну друзья Поверьте нам На соло Не ну вот если Давайте так Чтобы слушатели Понимали Все гитаристы Всегда на соло Вот не знаю Своей практики Используют бенды Вот у меня и такое мнение Есть Потому что я как Не посмотрю Соло гитаристы Начинают И все начинают Вот Мне кажется Ты так говоришь Как будто это плохо Это хорошо Но вот когда Джем или что-то Они друг с другом Собираются И друг к другу Кстати вот Я тоже бенд Могу делать Голосом Дело в том Что делать бенд Правильно Во-первых Ну в гитарном мире Называется Вкусно Человек играет Или нет Когда вот классно Все Или он не в тему Или бывает Перетягивает То есть ты должен Дотянуть до Темперированной ноты А ты ее чуть-чуть Перетягиваешь Это зашквар В гитарном мире И помнишь Дима как перетягивал И помнишь лицо Мое Был джем И гитарист Ну неплохой гитарист Взрослый все Он все бенды Перетягивал Димон ты лучший Знай Если он нас слушает Обидится Не ну вот И по факту Это как бы Вот любое соло Послушать Там всегда бенда Используется Для того Чтобы гитаристы Друг другу Показали Что они умеют Трогать железные струны Есть двойной бенд Вот ты подтягиваешь Это из тейпинга К нам пришло Допустим Видишь что я делаю И вот такие фишечки Блюзовые Самый На мой взгляд Замечательный Гитарист Новатор Это Вот Джефф Бек Про которого мы говорили Когда-нибудь Ты его все-таки Должна поставить Да у нас есть тут Но Просто Я не была готова Джефф Бек Он много играл А вот кстати Джефф Бек Играл с Родом Стюартом Есть такой Замечательный вокалист И в 70-е годы Там вся музыка Вот на этих Интервальных бендах Была Такие Рокенролльчики Я вот хотела поставить Как пример Последнего Узика У него там тоже Джефф Бек Отметился В одной из композиций Но лучше тогда Наверное Рода Стюарта Я поищу С Джеффом Бек Да нет Ну все знают Эти имена Это гениальный дуэт Так нет Тут просто Мы сейчас говорим О определенном приеме Этот прием присутствует Особенно в музыке 60-х 70-х Это везде есть И у Слейда И у Свит Вот я недавно слушал Какая команда прикольная Ее считали командой Для подростков Но у нас для подростков Такой команды До сих пор нет Помните Свит Да? Конечно И там все в порядке С гитарными И бэндами И С той техникой С теми мелизмами Про которые мы с вами Говорим Смешно конечно Я на акустике Показываю то Что используют Электрические гитаристы Ну что ж ты не приносишь Ну так Я еле доехал Сегодня Вообще Зима на стол Да конечно Он спал Сидел спал в машине Еле доехал Только Я немножко Да Нехорошо себя чувствую Но ничего страшного Вот такие вот Замечательные бенды Делает Род Стюарт В этой композиции Да не только в этой Конечно же People get ready С родом Стюартом Ну ты взяла Да очень известное У тебя романтическое настроение Сегодня У нас немножко Мужская тема Такая Интервалы в бендах Ну что я могу сказать На самом деле Чем больше вы Владеете Всякими приемами Которыми вы можете Оснастить свою игру Тем вас будет Интереснее слушать Хотя Трудно удержаться Когда человек Допустим Изучил тейпинг Он пытается Тейпингом Играть все время И это Ну это Или освоил слайд Да Нет Ну Это же украшение А украшение Если оно становится Основной Основным То это перестает Быть украшением Да Поэтому Друзья Вкус никто не отменял Это вот Ну я думаю Бесполезно об этом говорить Вам просто А у тебя есть какие-то Яркие примеры Вот из современной музыки Ну не современной Но вообще любой музыки Безвкусицы Безвкусицы Фирменной Или нашей Ну Любой Ну Ты меня провоцируешь Да Это надо топ-5 ВК открыть И там будет Для меня Безвкусица В первую очередь Когда Ты Сам Нарвалась Сейчас Зрители Подожди Слушатели Здесь у нас У меня очень все Хорошо Подобрано Для меня По цвету Все одежды Украшения Нет Я имею ввиду В музыке Когда люди Используя Русский шансон Пытаются выдать Это за новую песню Вот я могу сейчас Нисходя с места Тебе придумать Очень много Песен Вот идем мы С брату И буду говорить Этого не было Никогда Это эксклюзив Вот это Безвкусица А когда еще Плохо Играет Я хоть Играть Мне кажется У нас сейчас Может песня Народиться Хитом стать И когда Вот это В нашей стране Каждый раз По телевидению А что там дальше Что было И вот шоу Я могу Все что Могу про наркомана Спеть Про который Ты мне сейчас Сказала Который Отгрыз себе руку Могу Все что угодно Грызу я руку Ну и так далее И мне не больно Зато Моя девушка Довольна Ритма Это яркий Пример Безвкусицы Которая продолжается И считается Что Вот Музыка Вот она такая Проникновенная Слушайте слова Не хочу сейчас Говорить всякие Как сказать Нелепицы Но Когда Гитарист играет Не ради Какой-то гармонии А ради того Чтобы подтвердить Какие-то нелепые Какая-то ситуация Там обыгненная Вот все они Королевы Все эти Я даже не знаю Как это называется Я бывал там На этих Хотел сказать За стенках Не знаю Как это называется За кулисы Нет Наоборот На всех этих Песнях Года На все это самое Когда Ну ты бывала Заменяв Такие годы Когда еще были Песни Все-таки И тогда уже Была куча Бескусицы Почему До сих пор Многие Как сказать Эксплуатируют Вот Достаточно Знать Вот эти Три аккорда И Типа Русская душа Это все Русская душа Не от этого поет Вот Типа Душа должна Развернуться Вот я выпил Там Пол бутылки И вот я должен Слушать такую музыку Это навязанный Опять же Стереотип Это и есть Бескусица Да Так же Как нам навязывать Например Вот От этой песни Все ее слушали Там в девяностые годы Не было ни одного человека Который не знал Я вообще не знаю Кто это Я никогда не слушала этого Ну какой-нибудь там Восковый май Я не знаю Там что еще А вот Фишка Я сегодня Собирался Вот на радио И по телевизору услышал Катя Лиль Зарвала чат И там Ты мне А он мне дяготь Вот она Бескусица Которую кто-то сейчас толкает Кого она взорвала Ну не знаю Кого она взорвала Она на тикток В тикток Стали ее песни Крутиться Нет Ну мы сейчас говорим Обескусица Или возьмите рэперов этих Вот мы недавно Где мы там играли Там человек Он не то что О музыке не имеет понятия Он Ну вообще Когда мы сняли человека Он не играет Потом можем показать Да Ну там мат Там какая-то фигня Не надо Зачем Мне жалко времени Вот если честно Вот на все это Ну так хорошо начали Про интервальные бунды Нет Взрывов чатов То я смотрю Кто все это смотрит Какие-то дети сидят Вот в метро рядом Он тупо вот большим пальцем Перебирает У него там Одно за другим идет Какое-то там Нагромождение Каких-то чужих лиц Которые что-то кривляются Перед камерой Я не знаю Как это называется Старческое брюджание Когда за короткое время Хайп Или как это Нет Это 15 секунд Нарелсы И так далее Сейчас идея какая Мир быстрый Нужно за 15 секунд Успеть поймать внимание Поэтому в песне За 15 секунд Первый делается Сразу припев Начинает Самый вкусный Что есть Чтобы заинтересовать А с точки зрения Вот этих видео Они за 15 секунд Должны Очень быстро Поймать внимание Чтобы человек Ну это для поколения Дебилов Сейчас такое время Сейчас Да Такое поколение Долго-долго Разматывает Что-то там Песню Так Следующее Ничего Жизнь Все поставит На место У нас тут Жаркие споры Ведутся в студии Потому что Дима что-то хочет Рассказать Валерию А Валеру хочет Послушать Бэн А он хочет Свою Вот эту послушать Не надо Про Битлз Так не говорят Битлз хорошо Но Вот поставьте Это Не поддается Никаким оценкам Это просто Битлз Это да Да Вот Ну и Что Валера Я хочу резюмировать Что у нас Передача с определенным Возрастным цензором Да Со смыслом То есть мы просто Рассказываем про гитару Что на ней можно делать Это полезно Ну как полезно Для тех кто хочет Может быть научиться Или учиться Что-то там Но в принципе У нас развлекательный Такой жанр Саша И я И Дима Мы очень хорошо знаем музыку Любим музыку Живем музыкой Играем Придумываем И так далее И поэтому Мы с вами делимся Дима знает Что такое 15 секунд И как за это Дима Вещь Не Ну Он В два раза Младше меня Поэтому он И то он себя считает Стариком Ты не поверишь То есть Все У него борода Ну Борода старит И всегда Всегда вот этот конфликт Поколений Вот Рок-н-ролл Чем интересен У нас с ним нет конфликта Поколений Мы делаем одно дело И на сцене Мы в очках Помнишь мы в очках пришли Это наш сценический имидж Я в жизни не носил очки А тут Темные 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 очки Они такие А если вы такие бифокальные очки Одели Это какие Какие фекальные Бифекальные Бифекальные На двоих Пачку Вот шутки Безумные глаза Были бы Это было бы Мне кажется Гораздо интереснее Чем темные очки Ну Есть музыка Есть шоу Мы говорим про чистую музыку Ее очень много И пока Жив человек Пока Апокалипсис Не наступил Всегда будет музыка И всегда будет музыка Когда Которая вас Воспламеняет Зовет на подвиги Всегда будет музыка Которая Вы можете подумать Погруститесь И будет музыка Которая будет вас Раздражать С вашей точки зрения Это бескусится Я еще раз напомню ACDC Мои любимые Зизитоп Мои родители Называли собачьей музыкой И если Это я считал Как Ну Наоборот Признание за слуг То когда они Пинфлойд обозвали Так же Я обиделся Ну как же так Это же Пинфлойд Там нет таких явных Он не из песни Докс Пикмен Пик Да Люди свиньи И так далее Кстати Гилмор Вот мы когда будем С тобой посвящать Кому-нибудь Давай про Гилмора Он очень интересный Гитарист Делает все О чем я говорю Причем делает С таким вкусом С таким Классным Я так удивился Когда узнал Что он Ее в Пинфлойд Не взяли Сначала И он два года Бедняга В Испании Блюзы играл Испания Очень не блюзовая Страна И играть там На улицах блюзы Это геройство Хорошо Ну напоследок У нас Дизи Топ Который как известно Тоже делает Все Делает это Делает все как надо Ну что ж Спасибо Это была программа Гитарный клуб У вас кстати На этой неделе Ничего не намечается Никаких Нет у нас Наконец-то Гитарист Принесет Нему ЛС-Пол Но это уже В субботу Хорошо Мы его возьмем В следующий раз На передачу Я надеюсь Что это произойдет Ему нравится твой голос Так что Ну не только ему Я думаю Тысячам поклонников Да Да Спасибо Ну что ж Дмитрий Думп Руководитель продюсерского центра Юник Проджект И Валерий Остапенко Гитарист Преподаватель Сегодня в студии Моторадио Программы Гитарный клуб И я Александра Ромашова До встречи Через неделю До свидания До свидания Моторадио Представляет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова